Кирилл, пожалуйста, пару комментариев по игре. Чего не хватило сегодня? Реализации моментов, я считаю, не хватило. Играли сегодня вторая игра. И сегодня это сложная игра, поэтому надо было реализовывать просто моменты. Сегодня играли туда-сюда, много не реализовали. Опять же, повторюсь, из-за этого, наверное, и проиграли сегодня. Я смотрел противостояние с Динамо юниором, 5-7-6. Получается, почему-то оба раза, да, первый матч с крупным счетом, второй матч тяжелее. За счет чего так происходит? Хороший вопрос. Не знаю, наверное, закон хоккея такой. Второй матч, просто команды уже привыкают друг к другу, плюс-минус обозревают что-то, и из-за этого, наверное, так. Ну, сегодня Динамо смогло чем-то удивить после вчерашней игры? Да, в принципе, нет. Все то же самое. Наверное, просто мы отдали игру, опять же, и до буллитов, да, довели, очки потерялись. Ну, в общем, из-за этого. Нет, особо не удивили. Свой гол как прокомментируешь? Да никак, спасибо партнерам. Я, в принципе, все свои голы комментирую. Аж спасибо партнерам, пацаны постарались, я добил пустые ворота там. Вообще, сложность этой команды как соперника в чем видишь? Да ничего, молодые, упорные, бегут, все, бросают. А если сравнить с юниором, то с кем-то сложнее получилось. С 5-7-6. С 5-7-6, да? Хорошо, ладно, последний вопрос, традиционный для всех. НМХЛ, что есть в этой лиге и чего нет в других? Почему стоит больше внимания уделять болельщикам и этим играм? Да я думаю, то, что здесь тоже, да, как и молодые, как и тоже уже там лимитчики, так их называют, да, по лиге, они все играют хороший хоккей, но более его надо распространять как-то, я считаю, популяризировать, и тогда все будет хорошо, я считаю. Отлично, спасибо, удачи в следующем видео. Вам спасибо.